Саратовские чиновники выразили вотом недоверие местному бизнесу. В январе делегация из региона отправилась в Волгоград искать потенциальных подрядчиков на крупные инфраструктурные проекты. Поездка Михаила Исаева и зампреда правительства Романа Бусаргина наделала много шума. В интернете появились призывы к чиновникам извиниться перед предпринимателями и в целом изменить подход к государственно-частному партнерству. Идея мэра искать варягов на стороне удивила и спикера Госдумы, Вячеслава Володина. На презентации проекта по ремонту тротуаров выяснилось, для проведения работ требуется всего-то порядка 300 человек. Но именно их и отправились искать в Волгоград. Сам Михаил Исаев, среди прочего, объяснял инициативу нежеланием саратовского бизнеса участвовать в реализации местных инициатив. Когда мы начали заниматься обновлением сквера Радищева, у нас никто не вышел. Когда мы говорим про проспект Кирова, у нас вышел один игрок. И, конечно, в том объеме реконструкции, строительства, который на территории города в 2020 году планируется, нам необходимы дополнительные силы. Что не так с саратовским бизнесом? Почему предприниматели даже в условиях кризиса не спешат осваивать средства, уже заложенные в проекты? Почему инвесторы бегут из региона, где, по признанию самих представителей сообщества, нет нормальных условий для ведения бизнеса, нет контрактов и отсутствует нормальное отношение к себе? Власть не выполняет своих обещаний, не платит вовремя по контрактам, в ряде случаев просит некие откаты за участие в этих контрактах, постоянно придирается к работе подрядчиков, всевозможные проверяющие, контролирующие органы. И в таких условиях бизнес просто не доверяет нашей власти, и власть не может, наверное, наших саратовских бизнесменов позвать на наши саратовские объекты. Но нужно, видимо, как-то договориться между собой, что власть будет помогать бизнесу. Если вот так не поступить, то высокая вероятность, что мэр будет ездить там через год-два по соседним городам и звать просто жителей других городов пожить у нас в Саратове. Ну а если серьезно, то городская власть на практике как раз показывает, что не умеет она договариваться с местным бизнесом. Вот, к примеру, в случае с саратовским предпринимателем Михаилом Волковым, который, узнав, что на новом проспекте не предусмотрен автополив зеленых насаждений, предложил свои услуги, но столкнулся с бумажной волокитой. Мы большую часть работ провели в этом направлении, и сейчас мы идем по довольно длинному такому административному пути. Мы занимаемся оформлением проектов, проекта на подключение, проекта на весь автополив, поскольку город попросил сдать ему все с полноценной документацией. Поэтому, как бы, такая немножко странная ситуация, мы у города согласовываем с городом им его подарок. Вот, поэтому сейчас вот документы находятся в водоканале, и надеемся, что вот на следующей неделе будет выдано разрешение на врезку этого автополива в магистральную трубу. Надеюсь, что после этого мы продвинемся дальше, вот, из документов больше конкретики. Дмитрий Дулепин, руководитель строительной компании «Система». Это как раз та единственная компания, которая решилась на реконструкцию проспекта. Отсутствие конкуренции чиновники тогда объясняли нерентабельностью проекта. Сейчас гендиректор солидарен с мэром в вопросе поиска варягов в соседних регионах. На дороге выделяются колоссальные деньги. Они в два раза больше, чем в том году. И фактически все крупные предприятия, они будут задействованы на дорогах. Поэтому есть вероятность, что на тротуары никто не выйдет на аукцион. Поэтому они перестраховываются и делают не то, что как бы там мы работать не хотим или кто-то, но просто это спецработы специализированные, и очень большие будут объемы в области именно на дорожных работах. А тротуары, это получается такая не очень интересная история для крупных дорожников, могут просто не выйти. Более тысяч многоквартирных домов в регионе нуждаются в капитальном ремонте. Спецпрограмма по восстановлению зданий проваливается вот уже много лет подряд. В краткосрочном плане на 2020 год в Саратове числится 655 домов, которые подлежат ремонту. На эти цели необходимо 700 с лишним миллионов рублей. Директор фонда капремонта Вера Прохорова тоже ездила в Волгоград в поисках варягов. Но сейчас она утверждает, что с фондом работает более сотни организаций, а основные трудности создают управляющие компании. Самый трудный вид работ для подрядных организаций – это капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. Иногда мы приходим и лица, осуществляющие управление многоквартирными домами или управляющие компанией, ТСЖ, не готовы к проведению капремонта. Это и захламленные чердачные помещения, это затопленные подвальные помещения, необработанные подвальные помещения. Соответственно, все это удлиняет срок производства и договорных отношений, которые существуют между фондом и подрядными организациями. И, соответственно, подрядчики уже с насторожностью смотрят на такие виды работ. В аукционе на ремонт кровли дома номер один по больничному проезду в заводском районе приняла участие одна компания. Договор на проектно-сметную документацию и ремонт был заключен с подрядной организацией ООО «ФКС». Отсутствие конкуренции представители подрядчика тоже видят в плохом взаимодействии с управляющими организациями. По моему опыту, по моему мнению, почему не идут, это в связи с плохим взаимодействием с управляющими компаниями. То есть очень часто бывает такое, что ты приходишь на адрес, принимать строительную площадку, а принять ее не можешь. Другая причина – это после ремонта обслуживание этих крыш. То есть управляющие компании либо их вообще не обслуживают, либо обслуживают, но очень яростно. И тогда, после уже весенний период, когда мы объезжаем, уже видны повреждения на покрытии. И, соответственно, в дождь это проливает людей, и мы уходим в суд, потому что считают, что это некачественный ремонт крыш. Востребованность наших подрядчиков есть и в других регионах. Об этом говорит один из местных представителей. Очень часто звонит Москва, Белоруссия звонит. Есть в регионах, зовут, работают. Работы хватает в Саратове, в Саратовском регионе. Предлагали, есть предложения в другие регионы, но в другие регионы это и качество нет. Здесь мы находимся на месте, мы следим за качеством. Каждый день находимся на объектах, а в регионах это даже сложновато. В развитых регионах и странах лоббируют интересные местные производители. По мнению саратовского предпринимателя, это и есть грамотная политика. Это просто потому, что налоги остаются все здесь, очевидно. Остаются в виде зарплат, в виде налога на прибыль, в виде многих других вещей, подоходного налога и так далее. То есть эти вещи остаются здесь. Поэтому, конечно, инициирование местных предпринимателей к выполнению городских подрядов – это абсолютно важная составляющая. И, конечно, все должны к этому стремиться.